На улице отнюдь не жарко, однако стоит солнцу выглянуть из-за точки, как эти фонтаны мигом заполняются детьми. Пока дети резвятся в воде, родители сидят за ними в сторонке. Есть и те, кто наоборот боится отпускать своего чада в фонтан. Вот мои две внучки купаются. Ещё погода хорошая, пусть купаются, ребятцы. Мы в прошлом году здесь были, детям понравилось, всё было хорошо, всё нормально. Я бы точно не решила. Почему? Потому что здесь грязная вода, это не съемная. Вода грязная, потому что круговор вода, она же не обновляется, она постоянно крутится, крутится, крутится. Грязь собирает обратно. Вода же мутная, грязная, она непрозрачная. В таком ритме вода циркулирует до тех пор, пока её не заменят. Бояться этого не стоит, выверяют в обслуживающей организации. В парке «Семья» идёт постоянная фильтрация воды. Она всё время проходит через кварцевый песок. Туда добавляются специальные средства для осветления воды, чтобы не было зелени. Добавляется также, как в обычные бассейны, в которые купальны, так и те же средства, хлор в определённых дозах. Эти два фонтана, они предназначены, чтобы люди ходили, освежались, купались в них. А бездораживающие средства добавляются каждый день. А вот кварцевый песок меняют раз в месяц. Так же, как и воду, рассказал сотрудник обслуживающей организации. А вот ещё одно излюбленное место детишек уже в парке «Тукая». В отличие от фонтана, который находится в парке «Семья», он имеет совершенно другую форму. Вода собирается в так называемом бассейне. Его тоже чистят и моют. Но уже в середине дня загрязнение воды можно увидеть невооружённым глазом. Этот фонтан для купания не предназначен. Но детям он настолько полюбился, что приходится применять дополнительные меры. В парке «Тукая» также происходит та же самая процедура, фильтрация, добавление средств для обеззараживания воды. Но они не предназначены для купания. Главное, чтобы вода не попала в рот, предупреждает сотрудник обслуживающей компании. При этом начальник районного управления Роспотребнадзора вовсе не советует охлаждаться фонтана, предназначены они для купания или нет. Туда могут попасть и лесовая, и пыль городская, и различные насекомые. И всё это будет гнить, разлагаться и, естественно, заражать вот эту воду. Даже если, допустим, в фонтане хлорируют, чистят, скажем так, устанавливают фильтры, это не позволяет в 100% выражение очистить эту воду. Официально купаться в фонтанах не запрещено, а поэтому каждый родитель должен сделать выбор сам.